Всем привет! Это программа «Репортер». Я Алексей Коноплев. И сегодня у меня космические новости. Провести каникулы на радость президенту. Владимир Путин поблагодарил самарских студентов за то, как они провели это лето. Репортер познакомился с везунчиками и узнал, как можно отдыхать на благо Родины и всей человеческой расы. Здравствуйте, дорогие друзья! Я командир студенческого отряда «Легион». И сегодня, в данное время, мы вам поведаем историю, чем же мы занимаемся на космодроме «Восточный». Эти ребята только что вернулись с космической стройки. Молодые парни из ГАО вошли в исторический проект. Они теперь точно знают, чтобы дотянуться до небес, сначала нужно в земле поковыряться. Эти студенты своими руками строили космодром «Восточный». В течение этого летнего трудового сезона бойцы стулотряда Самарского государственного космического университета принимали участие в Российской студенческой стройке на космодроме «Восточный». Два месяца отбойных молотков и арматуры, а вечерами культ программа. Прошлые трудовые мозоли теперь только на памятном видео. Все это было бы похоже на летний лагерь, если бы не ответственность миссии. Новый космодром выведет страну на новые высоты. В буквальном смысле. С его помощью будут запускать спутники на высокие орбиты. Сегодня этим даже Байконур похвастаться не может. Принимать правительственную стройку приехал лично президент России Владимир Путин. Хочу вас поблагодарить за работу. Думаю, что это тот уникальный редкий случай, когда можно не только на интересном объекте побывать, а прямо на месте с нуля принять участие в грандиозном общенациональном проекте. Недолгая беседа и автографы от президента – одно из самых ярких воспоминаний всей стройки. Впрочем, молодые люди сразу дали понять – не за монету трудятся, на благо Родины. Есть одна песня «Мы здесь не ради денег». Так вот тут можно ее спеть. Деньги – это уже второй, третий, четвертый фактор. Самое главное, что мы побывали вот на таком объекте. Вот, увидели много интересного и нового, чего бы, наверное, не увидели, находясь в Самаре. За право на тяжелый и безвозмездный труд боролись все профильные вузы страны – от Камчатки до Калининграда. Самарский аэрокосмический оказался в числе фаворитов. Его парням даже работа досталась по статусу. Мы ставили домкраты под фальш-полы, мы армировали. Ну, в основном, это, конечно, армирование. Другие ребята, например, они ставили, занимались только тем на протяжении двух месяцев, что ставили бордюры. Ну, это в Углегорске было. Но мне это, кажется, не очень интересно – два месяца этим заниматься. Герой уже культового видео, командир отряда Сергей Макаров вспоминает, что сложнее всего было вставать в 6 утра, но миссия того стоила. Как вернулся с небес на землю, первым делом покушал маминых пирогов, а потом сразу на конференции. Теперь у него новая миссия – рассказать, как круто это было. Я приехал, я ожидал одно, и вот я приехал сейчас домой, и все эти вот эмоции, все эти чувства, все воспоминания, они как бы остались, и сами эмоции увидели через даже во много раз. Будет что же сказать. Но заслуга этих ребят не только в трудолюбии. Построенный с их помощью космодром уже в 2015-м станет летным. Первым запущенным аппаратом будет спутник АЭС-2, также сконструированный в СГАУ. С его помощью можно будет осуществлять зонирование Земли. Полученные снимки также станут достоянием самарских студентов. Ну что ж, космос ближе, чем кажется, а великое начинается с малого. Творите, дерзайте, и все получится. Мы увидимся завтра. Пока.